Привет! Ну а сейчас мы с вами находимся на Смоленской улице, тоже недалеко от станции метро Смоленска, которая как раз и соединяет Садовое кольцо и Москварий. И проходит она от Смоленской седной площади, как раз вот начинается она напротив здания МИДа, и проходит до Смоленской набережной Москварики, где вот мы с вами недавно были, Бородинского моста как раз, да, и Большой Доргомиловской улицы, которая является продолжением Смоленской улицы уже по другую сторону Бородинского моста. Улица двустороннего движения автомобиля транспорта по три полосы в каждом направлении. То есть такая довольно широкая улица, но при этом она довольно короткая, всего 400 метров длиной. Возникла она еще в 16 веке как часть дороги на Смоленск. Ну отсюда и название Смоленской улицы. Собианная застройка улицы уже советская, в 1950-70-е годы, по преимуществу. Ну и здесь, в конце улицы находится Бородинский мост через Москварику, который был построен, вот нынешний мост, в 1612 году, как памятник Бородинскому сражению к столетию Отечественной войны 1812 года. Вот, ну поэтому и называют, собственно, Бородинским мостом, да. Ну когда-то здесь, на месте нынешнего моста находился еще с 1788 года деревянный Бородинский мост. Вот, потом в 1668 году был построен новый металлический мост. Ну а потом уже, в 1612 году, вот, современный Бородинский мост, арочные конструкции с ездой поверху. В 1652 году было реконструировано для пропуска возросшего потока транспорта. Вот, при везде на мост со стороны Большой Драгониловской улицы над Устоем были устроены площадки с двумя гранитными обелисками, с мемориальными надписями, именами героев Отечественной войны 1812 года. После переустройства обелиской колоннады верхового фасада были отнесены подальше, перпендикулярно мосту были устроены лестничные сходы, со спуском их на тротуару, ну, все-таки, к набережной. Колоннада, видя четверти окружности, занимает угол между тротуаром и лестницей. В 2001 году, правда, началась уже очередная капитальная реконструкция моста, ну, по сути, его уже такая перестройка. Поэтому то, что мы сейчас видим, это, ну, что-то, конечно, осталось уже от 1912 года, но все-таки в значительной степени это уже новый мост, по сути, созданный в 2001 году. И в ходе этой реконструкции, по сути, нового строительства были уничтожены практически все зеленые деревья на прилегающем холме, ну, а часть самого холма была срыта. Прежние опоры оставили, но расширили, настроили их, а несущие пролеты были заменены полностью. Схранились обелиски с портиками, правда, а вот от арочной конструкции ничего не осталось. Поэтому арочные пролеты были заменены на прямые балочные, и мост потерял былую красоту. Вот стал, в принципе, обычным мостом, а до этого был довольно-таки оригинальным. Ну, что касается, по крайней мере, Родинского моста, который, несомненно, заслуживает интерес, но его, правда, лучше смотреть не с этой улицы, а со стороны набережной, либо Смоленской, либо следующей набережной. Ну, а с этой улицы, конечно, он не так эффектно смотрится. Ну, по-моему, и так, здесь находятся четыре жилых дома, и все были построены в советское время. В 60-х, 70-х годах это семиэтажные дома под номерами 3 и 6, и также девятиэтажные дома под номерами 7 и 10. Причем в третийэтажном доме под номером 10, и в 64-го года постройки, на первом этаже находится мемориальный музей Эйзенштейна. Вот, здесь также в этом доме жил и работал кинорежиссер, артист Иван Пырьев. Вот, ну, а музей Эйзенштейна был организован, тоже кинорежиссер, был организован в 1665 году. Вот, и здесь находятся личные вещи, документы, книги, рукописи, рисунки, фотографии Эйзенштейна, как раз из его квартиры здесь, вот, Смоленская улица. Ну, собственно, это такой мемориальный музей, да. Ну, и кроме того, также на этой улице находятся, по-моему, жилых домов еще две гостиницы. Это гостиница «Золотой кольцом» в управлении делами президента, 5-звездочная гостиница, здание под номером 5, 1373 года постройки, реконструировано в 2003 году, вот, ну, и, при этом были заминные фасады, ну, и сельские обновленности. Ну, и вторая гостиница, это «Азимонт-отель Смоленска-Москва», 4-звездочная, здание под номером 8, 1376 года постройки, здание, бывшая гостиница «Белград», 23-этажное здание, вот, 70-е годы в постройке. На крыше здания взаимобальная стеклянная настройка двухэтажного ресторана, это 22-23 этажа. Ну, обновленная гостиница в 2017 году. Ну, и, кроме того, также здесь находятся офисные здания, в бывшем доходном доме Орловых, по номер 4, начала 20-го века. Ну, такая улица, может, особо ничего интересного, кроме Бородинского моста, нет, но вот этот вот дом Орловых может представить интерес, начала 20-го века. Ну, вот так вот. А так, в принципе, такие советские дома и, соответственно, две гостиницы, довольно-таки уже осовремененных, поэтому, хоть и советские временные постройки, но уже в значительной степени современных. Вот, и по виду, и по внутренности уж тем более. Ну, думаю, здесь в любом случае стоит побывать, эта улица прилегает Садовому кольцу. Ну, и, кстати, можно пройти от Садового кольца дальше к Москварике, прямо через эту улицу, но заодно и посмотреть на эту улицу, на ее строение. Приятных прогулок и до новых встреч на улице в Москве.